Перераспределить деньги пока не вышло. Сегодня народные избранники собрались на внеочередном заседании Думы. На повестке дня был всего один вопрос. Это внесение изменений и дополнений в бюджет Бийска на текущий год. Финансисты предложили депутатам перекроить главный финансовый документ и направить часть средств на покупку стадиона «Прогресс», ремонт бассейна «Дельфин» и погашение текущей задолженности трамвайного управления. Хотя народные избранники инициативы чиновников и поддержали, но с оговорками окончательное решение пока не принято и отложено на неопределенный срок. Ледовому дворцу в Бийске быть – этот вопрос уже решен. А вот где конкретно его построят, точно неизвестно. Сейчас рассматриваются два варианта – район Зеленого Клина и территория «Прогресса». В приоритете, конечно, последний. А вот где точно возведут новый спортивный объект, станет известно только после геологических и геодезических изысканий. Однако провести их чиновники пока не могут. Сделка купли-продажи не оформлена. Комплекс еще не муниципальный. И хотя в конце прошлого года депутаты дали добро на приобретение «Прогресса», сейчас, когда пришло время выделять деньги, народные избранники начали давать задний ход. Мы хотим четко понимать, сможем ли мы там построить Ледовый дворец. Потому что условия вхождения в федеральную программу являются в том числе и вопросы геодезии и геологии. Ледовый дворец давал обогрение в прошлом году именно с тем условием, что именно Ледовый дворец будет строиться на этой территории. А у нас может получиться, что мы тратим бюджетные деньги, покупаем стадион «Прогресс», а потом не можем там строить. То есть мы берем сейчас катар в мешке. Мы не берем катар в мешке, мы берем стадион «Прогресс» для создания легкоатлетической базы. Эта база – это в приоритете. Второе, значит, это привязка Ледового дворца и создание единого спортивного комплекса. Приобретение «Прогресса» обойдется городской казне в 20 миллионов по 700 тысяч рублей. Когда конкретно их потратят на эти цели, пока неизвестно. Так же, как и когда строители смогут продолжить ремонт бассейна «Дельфин». Сейчас, когда основные работы завершены, финансисты предложили выделить дополнительно 3 миллиона, чтобы провести реконструкцию душевых, которые находятся в плачевном состоянии. Но и здесь одобрение пока не получено. При том, что мы сделаем внутреннюю отделку самого бассейна, то вот эти помещения, они у нас, скажем так, будут не в удовлетворительном состоянии. И обследовали, составили сметы и предлагаем, чтобы эти помещения также были дополнительно отремонтированы. То есть, изначально, когда мы входили в «Дельфин», нельзя было отделиться с общим объемом работы? Ну, изначально была проблема у нас в крыше, да, это был первый блок, да, первая программа. А вторая проблема, ну, скажем так, формировалась и с факта наличия денежных средств. Еще один городской объект, который требует финансирования – это трамвайное управление. Сейчас руководителям депо необходимо в сжатые сроки погасить текущие задолженности по подоходному налогу и пенсионным платежам. Цена вопроса – 23,5 миллиона рублей. Рано или поздно, но сделать это в любом случае придется. Однако на этом вливание в муниципальные предприятия не прекратятся. Такая же сумма трамвайщикам потребуется в виде дотаций. Если мы сейчас принимаем решение об увеличении уставного капитала и направляем эти средства одномоментно, они поступают в предприятие, то это фактически является пополнением его оборотных средств, которые он может направить одномоментно на погашение как раз вот этих текущих налоговых платежей, которые первоочередно стоят у него в реестре расчетов. Почти час народные избранники и чиновники обсуждали финансовые вопросы. В итоге окончательное решение, кому и сколько денег выделить, будет принято только в феврале, на очередной депутатской сессии. Анастасия Исаева, Иван Зяблицкий, Будни. Грызуны захватили бийскую многоэтажку и, похоже, не собираются отступать. Люди устали от такого соседства, а представители управляющей компании уже не знают, как бороться с вредителями. Сколько их ни траве, они снова восполняют свою многочисленную популяцию и постепенно из мусорных отсеков перебираются в квартиры. Это же катастрофа. Вы представляете, что делается у нас и как мы живем? Мы вечером с детьми, вот с маленькими, с подъезда боимся. Они вот здесь вот толпами просто ходят, крысы. У нас на лестницах дырки. Вы представляете, они же скоро в подъезд. Это даже опасно из квартиры будет выйти. Вот она из этой ямки вылазит, кушает. Я сижу на лавочке, зоопарк. И всегда так было? Да нет, нет, не было. Это вот последнее время стало. Одна из причин нашествия грызунов в этом районе – это близость частного сектора, а еще многочисленные бараки через дорогу, которые не так давно попали под снос. Плюс ко всему множество магазинов по соседству. Крысам в подвалах тепло и уютно. Причем, если изначально грызуны бегали от людей, то сейчас они чувствуют себя вольготно. Больше всех досталось жителям первых этажей. Мало того, что постоянно скрежутся стеной, так еще и крысы прогрызают бетонные стены и гуляют по квартирам. Я живу как раз на первом этаже. Прогрызли. Сейчас покажу видео, какое у меня есть на это. Прогрызли стену и практически уже залезли туда. В управляющей компании, на балансе которой числится многоквартирный дом 25 по улице Ударный, нам пояснили, что травят грызунов постоянно. Смертельный яд рассыпают несколько раз в месяц. Но даже это не помогает. Сегодня, когда на месте работала наша съемочная группа, из подвала вытащили три мешка. В них находилось порядка 200 мертвых крыс. Сейчас вообще невозможно с ними бороться. Хотя у нас заключен договор. Мы предоставить можем все документы, сколько раз в месяц мы травим и выносим, и очищаем. И такие деньги. Мы в доме-то ничего делать не можем, кроме, вот как и все деньги уходят на протравку. Проблема нашествия грызунов для Бейска становится все более актуальной. И чтобы ее решить, здесь нужен комплексный подход. В частности, травить грызунов не только в отдельно стоящем доме, но и в соседних, чтобы крысы не перебегали из одного адреса на другой. И, возможно, без вмешательства городских властей данный вопрос так просто не устранить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА